Уважаемые коллеги, добрый вечер! Будет плыть звук, иногда бывают такие ситуации, зависит от качества интернета, и звук начинает идти с перебоями. Вы можете или уменьшить видеокартинку, или выключить видео вовсе, в этом случае презентация будет вам показываться, и вы будете меня слышать. Либо вы можете попробовать зайти через другой браузер, например, через Google Chrome или через Internet Explorer и так далее, потому что иногда качество звука зависит от того браузера, который вы используете. Ну что ж, это был момент организационный, еще один организационный момент. Я успел почитать, когда настраивались мы на вебинар, то, что многие спрашивают, вот зашли как гость, правильно ли это. Уважаемые коллеги, вместе со ссылкой вам прислали инструкцию, в которой так было и написано, заходите как гость. Не беспокойтесь, вы все зарегистрированы, вы все находитесь уже в вебинаре. Если вы можете меня видеть, если вы можете меня слышать, и вы можете общаться друг с другом в чате, это значит, что вы уже являетесь участниками вебинара. И, соответственно, в конце вебинара мы дадим ссылку, по которой вы сможете скачать сертификат участника. Если по какой-либо причине сертификат у вас не получится скачать, иногда такое бывает, напишите по электронной почте письмо на connectenglishteachers.ru, и мы вам с удовольствием сертификат пришлем по электронной почте. Так что вы в любом случае его получите. Ну что ж, а теперь давайте начинать. Тема нашего сегодняшнего вебинара – методические особенности использования ИКТ в обучении английскому языку. За время нашего вебинара мы с вами посмотрим на то, что же такое ИКТ, как с точки зрения формальных определений, так и с точки зрения методики. Мы посмотрим на то, какой САНПИН регулирует использование ИКТ в современном классе. Этот САНПИН вступил в действие с 1 сентября 2011 года. Мы с вами посмотрим на то, что может считаться ИКТ, и в каких случаях использование технических средств компьютера – это все-таки не совсем ИКТ. И мы с вами посмотрим на то, каким образом ИКТ удобно встроить в урок английского языка. Кроме того, в конце нашего вебинара я дам вам ссылки на ряд сайтов. Все эти сайты абсолютно бесплатны и имеют огромное количество ресурсов, которые вам пригодятся. Если среди вас есть учителя других языков, то на этих сайтах вы найдете ресурсы по другим языкам в том числе, либо вы сможете поделиться ими с коллегами. Мы наш вебинар записываем, и завтра мы выложим в записи весь вебинар, вы его сможете посмотреть при желании еще раз. И в этом случае, если звук у вас не очень хорошо идет, вы можете сейчас отключить видео, но запись вебинара вы сможете посмотреть вместе с видео. И кроме этого, вы сможете использовать эту видеозапись. Точно так же завтра мы выложим презентацию, поэтому не беспокойтесь насчет ссылок и насчет информации о названиях документов. Вы всю ее сможете взять с презентации, а также использовать эту презентацию при желании на заседаниях ваших методических объединений и так далее. Я еще раз хотел бы поприветствовать всех участников вебинара. Я вижу, что у нас уже почти 200 человек, регистрировались почти 400, так что я думаю, что у нас еще сегодня прибавление будет. Через 10 минут мы дадим ссылку на вебинар на форуме, для того, чтобы те, кто не смогли вовремя зарегистрироваться, поскольку у нас места еще дополнительно есть до 500, смогли бы войти. Очень приятно видеть, что собралась вся Россия, в том числе и близкие города, и города совсем дальние, у кого-то уже полночь. Я надеюсь, что вы с пользой проведете время. Очень много знакомых имен, которые хотел бы поприветствовать, в том числе приятно видеть, что и моя сокурсница здесь, одногруппница, принимает участие. Но это уже личный сантимент, и мы их пока в сторону отставим. Итак, уважаемые коллеги, давайте мы с вами начнем. Давайте сначала поговорим вот о чем. Почему нам необходимо использовать ИКТ? Вообще, откуда эта потребность возникла, чем она обусловлена? Первый момент, из-за которого возникла эта потребность, заключается в том, что сейчас современные дети меняются. Психологи все чаще говорят о том, что современного ребенка, и в том числе подростка, характеризует так называемую клиповость сознания. То есть, ребенок воспринимает реальность не в системе, не в большой взаимосвязи всех явлений, а видит то, что происходит здесь и сейчас. Раньше, как знают прекрасно те, кто работает в начальных классах, или те, кто изучали возрастную психологию, помнят, что такие особенности были характерны для детей начальной школы. Сейчас, к сожалению, все чаще и чаще их проявляют учащиеся и средних классов, а порой даже старших. Но кроме того, что у детей характеризует клиповость сознания, появился механизм, который компенсирует этот недостаток, а именно способность к тому, что называется multitasking. То есть, современный ребенок очень часто в состоянии оказывается делать несколько дел одновременно. Например, писать смски по сотовому телефону, слушать учитель на уроке, и плюс попутно еще и поглядывать на доску. Причем, как ни удивительно, он успевает и там информацию воспринимать, и здесь, и в состоянии повторить то, о чем он слышал. Это довольно интересная ситуация, то есть, не каждый далеко ребенок вырастает в маленького Юлия Цезаря, но, тем не менее, появились новые особенности, которые можно использовать в обучении. Еще одна особенность, которая приводит к потребности использования ИКТ в обучении английскому языку, это внедрение новых технологий в жизнь. Далеко за примерами ходить не надо. Если нам с вами надо заплатить за сотовый телефон, мы идем обычно к терминалу. Нам не приходится идти в офис МТС, например, или Мегафон, или Билайн, и такие терминалы есть везде. Те же самые терминалы позволяют нам с вами купить билеты и на самолеты, и на железнодорожный транспорт, и на многие другие виды мероприятия на разные, заплатить за телефон, за телевидение и прочее. То есть, эта вещь довольно простая для нас уже с вами. Вообще, все категории Земли на самом деле можно разделить на две больших группы. Одна группа называется Digital Strangers, а другая группа называется Digital Natives. Digital Strangers – это большинство из нас, те люди, которые росли в век, когда технологии цифровые были недоступны. Digital Natives – это те люди, которые родились уже во время, в эпоху цифровых технологий. Вы прекрасно знаете, что современные дети легко обращаются с сотовыми телефонами. Ребенок 3-4-летнего возраста в состоянии не только включить телевизор, переключить канал, но он еще и DVD-плеер включит и так далее. То есть, дети готовы к этим вещам, они привыкли, и они умеют этим пользоваться. Мало того, что они умеют этим пользоваться, если мы такие вещи не интегрируем в урок, ребенку уже начинает казаться, что урок не современный, и иногда бывает скучно. Следующий момент – это требования в ГОС. Если мы посмотрим на стандарт, то мы увидим, что одно из требований нового стандарта – это развитие информационной и компьютерной компетенции учащихся. С компьютерной компетенцией все более-менее понятно. Это умение включить компьютер и использовать его для решения учебных задач. А вот информационная компетенция – это вещь несколько более серьезная. Это умение найти информацию, а сейчас у нас огромный поток информации всюду. Это умение эту информацию структурировать, то есть выделить, отличить важное от неважного, существенное от несущественного. Это умение найти релевантную информацию, выстроить ее в определенном логическом порядке. И самое главное – это умение отделить мнение от факта, ложь от правды, вымысел от реальности. То есть это то, что закладывается в основу критического мышления. То есть таким образом информационная компетенция – это важная составляющая критического мышления и вещь, которая позволяет критическое мышление формировать. И, наконец, у нас в обучении появились новые технологические возможности. Вы сами знаете прекрасно – в огромном количестве школ есть интерактивные доски. Не в каждом классе еще, но тем не менее все у большего количества учителей интерактивные доски есть. Есть компьютеры. Конечно, бывают разные ситуации. Например, у кого-то из учителей есть ноутбук, и если вам приходится ходить из одного класса в другой, то везде ноутбук возить не очень удобно. У кого-то компьютер стоит в классе и есть проектор. У кого-то есть доступ в компьютерный класс. То есть появились новые технологии, которые мы с вами можем использовать. А вот как их использовать? На это мы постараемся ответить именно в ходе нашего вебинара. Давайте посмотрим вот на что. Что такое ИКТ? Честно говоря, в своих региональных семинарах я каких только определений и вариантов определений не слышал от участников. Кто говорит, что это информационно-компьютерная технология? Это не совсем правильно. Кто говорит, что это информационно-коммуникативная технология? На самом деле, если мы с вами посмотрим на точное определение, то ИКТ это информационно-коммуникационные технологии. Почему я говорю, что это определение точное? Потому что существует определенный ГОСТ. ГОСТ называется информационно-коммуникационные технологии в образовании. Вы видите перед собой ссылку, по которой вы можете этот ГОСТ скачать. Я еще раз хотел бы повторить для тех, кто только-только к нам присоединился, потому что количество участников растет. И за то время, пока мы с вами общаемся, оно уже на 15 человек увеличилось. Так вот, я презентацию выложу завтра на форуме. Вы ее сможете скачать и использовать все ссылки. Если мы посмотрим на этот ГОСТ, то мы увидим определение информационно-коммуникационной технологии. Это информационные процессы и методы работы с информацией, осуществляемые с применением средств вычислительной техники и средств телекоммуникации. Тем не менее, если мы с вами посмотрим на определение, мы увидим, что оно все равно достаточно расплывчатое. Всякое ли использование компьютера или средство телекоммуникации будет являться примером использования ИКТ? Наверное, нет. Давайте я вам приведу пример из реальной жизни, а вы мне попробуйте сказать с вашей точки зрения, это является использованием ИКТ или нет. Пример реальный совершенно из одного большого российского города, я не буду называть какого. Я этот пример часто привожу на своих региональных семинарах. Так вот, коллеги, представьте, идет большой семинар региональный. Одна учительница говорит, я ИКТ использую на каждом уроке. И когда все заинтересовались, спрашивают, как она это делает, она говорит, очень просто. Я сканирую страницу учебника, кладу ее в презентацию и затем показываю детям. Говорю, дети, все учебники закрыли, смотрим на экран, с экрана выполняем задание. Так вот, скажите мне, коллеги, пожалуйста, с вашей точки зрения, этот пример будет являться примером использования ИКТ на уроке или нет? Нет, конечно, нет, как многие уже пишут. Естественно. То есть это использование компьютера, да еще и не самое разумное. Почему нет? Потому что, почему оно, вернее, не самое разумное, очень просто объясняется. Дело в том, что есть определенные законы того, как информация, в том числе и графическая, должна раскладываться на странице. Если это учебник, то вы знаете, что когда, те, кто работает в начальных классах, вы прекрасно знаете, особенно во втором классе это важно. Если урок занимает один разворот учебника, то урок идет гладко. Если нам надо в начальных классах перелистнуть страницу, то вы прекрасно знаете, как это бывает. Кто-то перелистнул, кто-то из учеников не перелистнул, кто-то потерялся, кто-то ищет упражнение совсем не там, где оно есть. То есть урок немножечко проседает. Есть определенные законы, которые регулируют раскладку. Когда я говорю закон, я имею в виду особенности психологического восприятия, методические принципы, которые регулируют восприятие информации на экране. Это относится и к размеру объектов, это относится и к управлению. Есть такое понятие как usability, то есть насколько легко пользоваться этой информацией. Более того, даже когда мы делаем просто с вами презентацию, мы всегда рассчитываем, какие анимационные эффекты должны быть, какой фон. И ряд фонов не рекомендует использовать в школе, потому что они могут детей или возбудить, или наоборот угнетать и так далее. И если мы с вами не будем учитывать таких моментов, то, к сожалению, у наших с вами презентаций и вообще использования ИКТ могли бы быть нежелательные побочные эффекты. Поэтому, конечно, просто отсканировать страницу учебника, положить в презентацию, делать упражнения с экрана зачем-то, это совершенно не является использованием ИКТ. Это является скорее использованием технического средства обучения. Помните, когда раньше были кодоскопы, когда можно было сделать то, что по-английски называется transparencies, то есть отпечатать страницу на прозрачной пленке и показывать ее на экране через кодоскоп? Можно было бы слайды показывать, но даже в этом случае все равно такое решение было бы неразумным. Так вот, мы с вами сегодня поговорим, для чего можно использовать ИКТ, как можно использовать, и каких целей и задач мы можем достичь, используя ИКТ в обучении английскому языку. И точно так же мы с вами поговорим сегодня о минусах использования ИКТ, потому что, как у любого предмета, как у любой технологии, как у любого приема, у ИКТ тоже есть свои плюсы и есть свои минусы. И иногда, наверное, не имеет смысла и использовать. Давайте об этом поговорим. Вопросы, которые встают перед нами, когда мы говорим об ИКТ, следующие, как правило, что можно использовать, и мы сейчас уже частично начали затрагивать этот вопрос, для чего использовать, то есть какие задачи мы решаем, к каким целям мы приближаемся, и как использовать. Как методически, грамотно построить урок, для того, чтобы технология приносила нам пользу, вместо того, чтобы делать нашу жизнь гораздо сложнее. Кстати, я сразу хочу сказать, во многих методических статьях сейчас все чаще появляется термин «компьютерная компетентность учителя». Под этой компетентностью понимают два компонента. Первый компонент — это грамотность. Грамотность — это всего лишь информированность. Это то, что мы знаем, что есть ресурсы в интернете, есть обучающие компьютерные программы. И, собственно, компетентность, под которой понимается умение правильно это все применять. Вот мы постараемся, чтобы у нас сегодня в ходе вебинара и грамотность появилась, хотя бы основы заложились, а те, которые уже используют такие вещи, принесли для себя что-то новое с вебинара. И чтобы сформировалась компетентность, чтобы было понимание и определенное умение применять эти все вещи. Мы уже с вами поговорили о том, что далеко не любое использование технических средств на уроке будет использованием ИКТ. Правда же? То есть все-таки стоит разделять ТСО, бесцельное, как правило, использование, не решающие задачи в современных эпохах. Раньше, лет 10 назад, ТСО решало задачи. Тот же кодоскоп нам помогал и прочее. Но разные приемы бывают. И ИКТ, которые позволяют решать определенные задачи на современном этапе обучения. Что может входить в ИКТ, в обучение английскому языку? Ну, во-первых, это могут быть интерактивные презентации. Я вам покажу пример интерактивной презентации, которую делают учителя. И вы увидите, как это может быть создано стандартными средствами PowerPoint. Кроме этого, в ИКТ могут попадать под описание обучающей компьютерной программы. И мы с вами поговорим о том, какие программы бывают, чему они реально способствуют, и какие есть ограничения у компьютерных программ, чему вряд ли можно научить с помощью компьютерной программы. Существуют интерактивные онлайн-упражнения. Мы посмотрим и на подводные камни, и на плюсы, и где эти упражнения можно взять, и какие будут удобные. И, наконец, можно использовать средства телекоммуникации. Давайте мы посмотрим на эти моменты и посмотрим, какие задачи можно решать на уроке. Для чего можно использовать ИКТ? Во-первых, ИКТ можно использовать для разминки, для того, чтобы облегчить ввод в материал урока, и для того, чтобы дети были готовы к восприятию. Для ввода нового материала, для отработки учебного материала, для контроля, для индивидуализации обучения. А сейчас в стандарте очень часто встречается такое выражение, как построение индивидуально-образовательной траектории. Вот ИКТ – это одно из средств, которые позволяют индивидуально-образовательную траекторию выстроить. И для самостоятельной работы учащихся, соответственно. А вот как использовать, мы об этом поговорим. Давайте я вам покажу пример интерактивной презентации, которую создала учительница и разместила на сайте englishteachers.ru. И эта презентация, вот она сейчас перед вами появилась, направлена на отработку неправильных глаголов обучения на уроке английского языка. Здесь есть демонстрация правил, демонстрация неправильных глаголов, и есть игры, которые позволяют отработать. Давайте посмотрим на такую игру. Перед нами появилось поле с квадратиками, и перед нами появились буквы, весь английский алфавит. Мы играем по тому же принципу, как работает поле чудес. Например, буква И. Если она есть, то она появляется. Буква Д появилась, посмотрите, сколько. Буква I. Нажимаю, есть. Буква S. Нету, и она исчезла из нашей с вами доски. Буква O. То есть уже видно, do, did и третья форма глагола done. Сделали, правильно решили задачу. Нажимаем на кнопочку «Перейти к следующему слайду». Опять у нас весь алфавит перед нами. И другие три формы глагола появились. Это презентация-тренажер, которую создала учительница. Мы сейчас вернемся к моей презентации. Эту презентацию вы можете скачать на сайте englishteachers.ru в разделе «Реферируемые статьи». Тем не менее, те из вас, кто делал своими руками подобные презентации, прекрасно знают, сколько времени и сил уходит на то, чтобы такую презентацию создать. Даже если презентация с минимумом дизайна и минимум фонов, анимации и так далее, все равно она занимает очень много времени. Вот некоторые коллеги комментируют, что этой презентацией тоже пользуются. Как создать такую презентацию? Я буду по ходу на вопросы ваши отвечать. Как создать такую презентацию? Если кто-то хочет, вы можете посмотреть видео-уроки специальные и материалы мастер-класса создания эффективных презентаций. Этот мастер-класс проводила Татьяна Михайловна Капранова, учитель из Новолядинской школы Тамбовской области. И все материалы мастер-класса находятся на сайте englishteachers.ru. Чуть позже, на одном слайде, я вам дам ссылку на эти материалы. И если вам нужно, вы научитесь создавать подобные презентации с помощью стандартных средств PowerPoint. А вот теперь давайте попробуем ответить на самый главный вопрос. Как же ИКТ в обучении английскому языку можно использовать? А потом пойдем анализировать различные типы ИКТ и смотреть на особенности использования. Первое. ИКТ можно использовать на уроке фронтально. В том случае, если у вас есть только компьютер плюс проектор, или компьютер, проектор и интерактивная доска. То есть вы проецируете упражнение на экран, либо у вас доска подключена и работает как устройство ввода-вывода информации. Можно ИКТ использовать на уроке в микрогруппах, в том случае, если вы занимаетесь в компьютерном классе. Можно использовать на уроке индивидуально. Например, у вас только один компьютер есть. И бывают такие ситуации, когда пришел ученик, не выполнил домашнее задание, мы его отсаживаем от остальных за компьютер, он делает упражнение, тренируется. Либо бывают дети, которые слишком быстро все выполняют, неважно, правильно или неправильно, и сидят без дела. Таких тоже можно посадить за компьютер, потренироваться. Можно ИКТ использовать для домашней работы. Но как бы мы с вами ИКТ не использовали, везде есть определенные методические правила. Мы на них посмотрим сейчас. Но самое главное, что следует помнить, это то, что по времени использование ИКТ ограничено. Вот эти ограничения диктуются САНПИНом. И давайте мы с вами посмотрим. САНПИН был принят в 2011 году и вступил в действие с 1 сентября 2011 года. Если прежний САНПИН нам говорил о том, что мы можем непрерывно пользоваться, вернее, что мы можем пользоваться компьютером в ситуации, когда ребенок сидит перед монитором, не больше 15 минут в сутки вообще, в начальной школе, в начальной школе, неважно, во втором или в третьем, четвертом классе, то по новому САНПИНу границы более гибкие, и он уже описывает время непрерывного применения технических средств обучения на урок. Что такое непрерывное? Это значит, включили и работаете, закончилось время, вы обязаны эту технику выключить. Теперь новый САНПИН определяет, каким образом мы работаем с интерактивными досками, экранами и так далее. Давайте на него посмотрим подробнее. По этой ссылке, которая перед вами сейчас появилась на экране, вы можете этот САНПИН скачать. На самом деле ссылок гораздо больше, я только одну из них вам привел. Тем не менее, давайте посмотрим на САНСАНПИН. Обратите внимание, перед вами сейчас появилась табличка. Я зачитаю самые важные моменты из нее, те, которые для нас наиболее важны. Но здесь идет речь о непрерывном применении технических средств обучения на уроках. Первая графа – это просмотр статических изображений на учебных досках и экранах отраженного свечения. То есть та самая ситуация. У вас есть экран либо доска, вы проецируете какую-то картинку, и вы с ней работаете. Так вот, первый, второй класс – не более 10 минут. Третий, четвертый – 15 минут. Пятый, седьмой – 20. И восьмой, одиннадцатый – 25. Следующая колонка – просмотр телепередачи. Я ее не стал живым выделять, поскольку мы с вами телепередачи не так уж много смотрим. Тем не менее, есть свои нормативы. Просмотр динамических изображений. То есть те самые интерактивные презентации, когда на экране что-то движется, шевелится и так далее. Первый, второй класс – не более 15 минут непрерывно. Потом вы можете выключить на какое-то время и снова включить, если вам потребуется. Третий, четвертый класс – 20 минут и так далее. Работа с изображением на индивидуальном мониторе компьютера и клавиатурой. Первый, второй класс – 15 минут. Третий, четвертый – 15 минут. То есть также начальная школа – 15 минут, но не в сутки, а непрерывно. А затем 20 и 25 по ступеням обучения. Прослушивание аудиозаписи не более 20 минут непрерывно, но мы и так с вами не будем включать такую длительность. И прослушивание аудиозаписи в наушниках тоже регулируется. Поэтому, коллеги, когда вы будете планировать ваши уроки, обратите внимание на требования СанПина. Обязательно им надо соответствовать. Потому что в противном случае использование таких средств технических может повредить детям и их здоровью. Ну и что уж говорить о детях и вашему здоровью тоже. Пожалейте себя, не спешите планировать урок, не обратив внимания на санитарные нормы. Санитарные врачи стараются не зря. Пойдемте дальше. Некоторые ресурсы для использования ИКТ мы можем создать своими руками. Как я уже говорил, это может быть интерактивная презентация. Она обеспечивает взаимодействие с учеником. То есть это не просто презентация, как сейчас я вам показываю, когда я вам показываю, вы слушаете и смотрите. А презентация, которая обеспечивает взаимодействие. Вот та самая презентация, например, на неправильные глаголы. Там могут быть упражнения по типу true-false, то есть найти, что правильно, что неправильно, отгадывание букв и так далее. Подробно о создании интерактивных презентаций вы можете посмотреть материалы мастер-класса Татьяны Михайловны Капрановой. Мастер-класс так и назывался «Создание эффективных презентаций». И сейчас ссылка перед вами на экране есть. Второй вид презентации, который мы сами можем создать, это онлайн-презентация. Для нее, для ее и создания, и демонстрации нужен доступ в интернет. Эти презентации на разных сайтах разными средствами создаются. Это может быть глок с сайта glockster.edu, это может быть сайт с той прези, презентация и так далее. Эти презентации позволяют использовать мультимедия, то есть и звук включать, и видео, и давать ссылки на интернет-ресурс, по которым вы тут же проходите, и взаимодействовать с учеником. В качестве примера такой презентации можно посмотреть на глок, который создала Светлана Анисимова-Ткаченко к учебнику happyenglish.ru для пятого класса. Перед вами есть сейчас ссылка на этот глок. Этот глок дополнение к учебнику, к материалам для чтения. В учебнике материалы для чтения называются Bob the Hedgehog and his friends. И здесь как раз глок рассказывает о ежах по-английски. Очень интересная информация, которую можно на уроке использовать, когда мы говорим о дикой природе. Еще один из материалов, который мы можем с вами создать своими руками, это онлайн-книга. Она также позволяет использовать мультимедийные средства, включать туда и аудио, и видео. Эта книга трехмерная, ее можно полистать, поворощать вокруг своей оси и так далее. И она взаимодействует с учеником. Опять же, в качестве примера одной из такой книг могу порекомендовать вам посмотреть на книгу, которую создала Татьяна Геннадьевна Митюгина. К песне In London Zoo из учебника happyenglish.ru для третьего класса. Перед вами есть ссылка на эту книгу, либо вы ссылку можете найти на сайте englishteachers.ru в разделе «Конкурсы для учителей и для учеников». Конкурс к песне из учебника happyenglish.ru. Но на самом деле, все те из вас, кто создавали даже обычные презентации, не говоря уже о презентациях интерактивных, согласятся с тем, что эта работа очень-очень трудоемкая. Я вам открою маленький секрет. Для того, чтобы сегодняшнюю презентацию создать, хотя вы видите, она по оформлению очень простая, мне пришлось потратить целый рабочий день, 8 рабочих часов, только на то, чтобы собрать информацию и уложить ее в слайды. А я уже не говорю о том, сколько мне ее пришлось продумать, как давно я ее планировал, сколько материалов я сюда клал, для того, чтобы это все можно было использовать. Плюс у нас есть дополнительные материалы, которые мы с вами будем сегодня смотреть. Кто-то до начала вебинара хорошо комментировал, что вверху много вкладок. Вот это те самые дополнительные материалы, их тоже пришлось создавать отдельно. То есть это очень большая работа. И не всегда, следуя русской поговорке, овчинка стоит выделки. То есть работы очень много, а времени она занимает реального рабочего на уроке совсем не так много. Еще один из способов использовать ИКТ в обучении английскому языку – это использование обучающих компьютерных программ. Обучающие компьютерные программы бывают разные. Бывают программы так называемые универсальные. Я не зря взял это слово в кавычки. Универсальные – это значит программа, которая создана для всех. Мы все знаем с вами примеры таких программ, на рынке их очень немало. И беда в том, что использовать, если эти программы сами по себе, отдельно от учебника, как отдельный курс, они могут быть полезны. А вот встроить в систему обучения в школе, встроить в урок такую программу довольно тяжело. Можно провести аналогию. Например, мы сами используем один учебник основной в школе и берем какой-то учебник дополнительный. И дополнительный мы целиком использовать не можем. Не все темы совпадают, не везде по сложности совпадают. Иногда бывают слова и грамматика немного другие, не такие, как нам нужны. Поэтому мы используем какие-то материалы, но большая, если не большая, часть такого учебника остается нетронутой. А время на его изучение о деньги, на его покупку уже потраченное. Поэтому вот такие универсальные программы, главным их плюсом является то, что они могут использоваться отдельно от ОМК самостоятельно, но, к сожалению, есть и минусы. А минусы следующие. Очень часто такие программы не выдержаны по уровню сложности лексического и грамматического материала. Бывают ситуации, когда грамматика объясняется с помощью такой лексики сложной, которую ребенок еще не проходил. И для того, чтобы выполнить эти грамматические упражнения, чтобы был толк от тренировки, сначала надо разобраться с лексикой. И получается, что урок уходит в сторону. Такие программы слабо поддерживают обучение в школе, но это действительно они не направлены на обучение в школе. Они не соответствуют примерной программе, не учитывают требования, они не направлены на реализацию задачи стандарта. Да и задания очень часто содержат однотипные. То есть очень часто бывают такие задания, как «Прочитай полилог, послушай его, а теперь ответь на вопросы после этого полилога». То есть бывают такие ситуации. Пойдемте дальше. Какие же программы могут использоваться более удобно? Один из выходов — это использовать обучающие компьютерные программы, которые специально создавались к учебникам. Вот если программу «универсальные» можно сравнить с дополнительным учебным пособием, то обучающие программы к учебникам можно рассматривать как компонент УМК. Почему? Потому что они подчиняются определенным принципам. Во-первых, такие программы позволяют создать информационно-образовательную среду, которая формирует личность ученика. Если раньше мы с вами говорили о том, что лучше всего язык изучается в языковой среде, то потом из нашей с вами методики это понятие перешло в методику общую. И сейчас говорится о том, что обучение лучше всего происходит тогда, когда ученик погружен в информационно-образовательную среду. Что такое информационно-образовательная среда? Это не просто мир информации, но это информация структурированная и по сложности, и по содержанию. То есть она является образовательной. Она не только дает знания, но она позволяет личность ученика сформировать, воспитать и так далее. Один из способов создания такой среды — это как раз использование обучающих компьютерных программ. Обучающие компьютерные программы к учебникам расширяют возможности традиционных ОМК. За счет чего? Опять маленький пример. Я недавно посмотрел, меня попросили обратить внимание, я посмотрел на диск приложения компьютерное к одному сборнику грамматики. Я не буду называть ни автора, ни издательств для того, чтобы ни пиар, ни анти-пиар не создавать. Тем не менее, это сборник упражнений довольно популярный. Я открыл диск с упражнениями и заметил, что весь материал этого диска полностью повторяет упражнения на страницах ОМК. То есть это не дополнительные упражнения, а те же самые упражнения, тот же самый текст, который, вернее, не ОМК, а самого пособия, который находится в пособии, та же самая нумерация предложений, только добавлен еще грамматический справочник, который не на отдельных страницах дан, а можно на кнопочку нажать его посмотреть. А так те же самые упражнения, которые я прекрасно мог бы выполнить ручкой на бумаге. Единственное отличие это то, что программа показывает, правильное упражнение выполнено или неправильно. И сразу возникает вопрос, а удобно ли таким диском пользоваться, если он никаким образом не расширяет возможности учебника. С этой точки зрения, если мы посмотрим, например, на учебник English Grammar News, Raymond Murphy Elementary, то к нему тоже есть диск. Но на этом диске очень небольшое количество упражнений и несколько игр они содержание учебника не повторяют. Они тренируют тот же материал, но по-другому. Вот это, пожалуй, гораздо удобнее. Так вот, обучающие компьютерные программы, которые созданы к учебникам, расширяют возможности традиционных ОМК за счет того, что в них содержатся дополнительные интерактивные упражнения. Эти упражнения используют ту же лексику и ту же грамматику, которую дети отрабатывали на уроке, но текст в них совершенно другой, не такой, как в учебнике. То есть ни одно упражнение текста учебника не повторяет. Это именно дополнительный материал. Кроме того, в таких упражнениях есть вариативность. Что такое вариативность? Это значит, например, все программы, которые обучающие компьютерные, которые создает компания образовательной компьютерной технологии. Сейчас мы создаем обучающие компьютерные программы к учебникам издательства Титул. Это учебники EnjoyEnglish, HappyEnglish.ru и курс Millionaire English. Все эти программы построены на следующем принципе. Если у нас на экран должно выводиться 5 предложений, значит в базе данных заданий должно быть не меньше 25 предложений на это упражнение. Поэтому, когда мы снова запускаем то же самое упражнение, перед нами на экране появляются либо совсем другие предложения, либо предложения в другом порядке. А чаще всего происходят комбинации. Например, два предложения остаются, только местами меняются, а три предложения новых. За счет этого не возникает такой ситуации, которая бывает иногда с учебником, когда ребенок подписал что-то в учебнике, и в следующем году все это достается детям в следующем классе. Более того, одно и то же упражнение можно делать несколько раз, оно все время будет новым. И ребенок может посмотреть ответ, правильно или неправильно он сделал. Плюс программы используют ориентацию на индивидуальные особенности учащихся. Ориентация проявляется в темпе выполнения заданий. Есть задания, на которые отводится определенное время, и те дети, которые делают быстрее, переходят на следующий уровень, более сложный. Те дети, которые делают медленно, побеждают виртуального противника, так говоря, если можно так выразиться, на своем уровне. И так далее. Обучающие компьютерные программы к учебникам соответствуют авторской концепции учебника. Например, те из вас, кто работает по учебникам happyenglish.ru, знаете, каким образом подается грамматика. Подача грамматики нестандартная в начальной школе, там у нас страна Джудит Дан, Дракоша и так далее. И обучающие компьютерные программы как раз поддерживают такой способ подачи грамматики, в том числе и в интерактивных плакатах. Грамматика подается очень ярко и интересно. Для тех из вас, кто работает по курсу Million Million Ingers, вы знаете, что там дается подача функциональная. Во-первых, дети смотрят на примеры грамматического использования материала тех или иных явлений в контексте. Затем они выводят правила, сверяют себя по грамматическому справочнику, и грамматический справочник построен следующим образом. Если ты хочешь сделать то-то, то-то, используй вот такое выражение, или используй вот это время. То есть время связано не только с формой, но прежде всего с его значением. И обучающие программы так и работают. Позвольте вам показать еще несколько примеров. Но прежде чем переходить к примерам, давайте поговорим вот о чем. Обучение идет всем видам речевой деятельности с помощью обучающих компьютерных программ. Я не зря говорю про все виды речевой деятельности. Есть одно но. Конечно же, говорить с помощью компьютера научить вряд ли можно, потому что ребенку нужен партнер для общения. Но существует целый ряд проблем, с которыми дети постоянно сталкиваются. Я эти проблемы видел и когда преподавал, я эти проблемы видел, когда был представителем комиссии областной по ЕГЭ, и дети приходили, тогда еще было говорение, все эти проблемы выплывали. Я эти проблемы вижу сейчас, поскольку я являюсь членом региональной комиссии, членом регионального жюри на Олимпиаде Всероссийской регионального этапа по Москве. И ко мне приходят дети и отвечают, выполняют задания и испытывают те же самые проблемы при говорении. Что за проблемы и как их помогает решить обучающие компьютерные программы, мы сейчас с вами поговорим. Программы расширяют возможности учебника, как мы уже говорили, за счет того, что дополнительный материал содержат на том же языковом, лексическом и грамматическом материале. Повышают мотивацию учащихся. Те, кто используют обучающие программы, знают, что дети охотно это все делают. Содержат дополнительные упражнения, которых нет в учебнике. Плюс есть такой важный принцип, как сознательное выполнение упражнений. Что такое сознательное выполнение упражнений? Ребенок понимает, зачем он упражнений делает. Не потому, что ему учитель сказал, а потому, что если он выполнит правильно, либо оно создано в виде игры. Либо если он выполнит правильно, то он посмотрит маленький мультфильм или получит какой-то иной бонус. И для того, чтобы выполнить задание правильно, ему необходимо проанализировать каждый элемент упражнения. Нельзя выполнить механически. Как я уже говорил, например, задания распределяются в упражнения случайным образом. Поэтому, если вы запустите программу в компьютерном классе, то вы увидите, у ребенка, который сидит за одним компьютером, порядок ответов, если это задание multiple choice, и даже порядок предложений будет совсем не таким, как у ребенка, который сидит за соседним компьютером. Поэтому нет такой ситуации, когда ребенок спрашивает, ты что там в задании номер один выбрал A, ну и я A выберу. Это будут совершенно разные задания. То есть надо подумать. Вариативность в рамках каждого упражнения, мы про нее с вами говорили, и возможность самоконтроля, когда программа ребенку показывает, правильно он что-то выбрал или неправильно. Здесь есть еще один очень важный принцип, когда речь идет о самоконтроле. Бывают программы, в которых если ребенок сделал что-то неправильно, то на экране взрыв, происходит что-то яркое и так далее. Такие программы не очень мотивируют ребенка к правильному выполнению задания, потому что, чтобы он не сделал, все равно он что-то на экране увидит. Наша программа создана таким образом, чтобы только в случае правильного выполнения ребенок бонус получал, а если выполнен неправильно, то он лишается вот этого маленького виртуального пряника. Мы не используем кнут, но и действуя только методом пряника, можно многого добиться. И программы дают возможность самостоятельной работы, за счет того, что все материалы очень четко объясняются, есть подробные пояснения и так далее. То есть фактически программы обладают технической простотой и методическим удобством. Я скажу несколько слов о том, какие программы существуют, и затем покажу примеры, мы с вами их вместе проанализируем. К линии учебников Enjoy English выпущены следующие программы. Это интерактивные плакаты для 2-го, 4-го классов, 1 диск. Это диск Enjoy the ABC для 2-го класса, 2-я версия. Но этот диск многие учителя используют и с другими учебниками. Это обучающие компьютерные программы Enjoy English для 2-го, 3-го, 4-го классов, 2-я версия. Вышли программы для 5-го, 6-го классов для сдвоенного учебника, 7-го, 8-го и 9-го классов. Программа для 9-го класса вышла в конце прошлого учебного года, то есть весной. И вышли электронные приложения к учебникам для 10-го и 11-го классов. Если вы пройдете по ссылке, вы сможете посмотреть примеры этих программ. А точно так же упражнения из них вы можете найти на сайте EnglishTeachers.ru, если нажмете на вкладку «Демо». К курсу Mili New Millennium English есть интерактивные плакаты для 1-го, 4-го классов. Диск Mili Start для 1-го класса. Программа Mili для 2-го, 3-го, 4-го и New Millennium English для 5-го, 6-го классов. Готовится к выпуску обучающие компьютерные программы к учебникам 7-го, 8-го и 9-го классов. И вышли электронные приложения для 10-го и 11-го классов. Для тех, кто работает по учебникам happyenglish.ru, готовится, буквально через неделю, наверное, выйдет, диск интерактивные плакаты для 2-го, 4-го классов. Мы посмотрим на примеры. Вышли программы к учебникам 5-го, 6-го и 7-го классов. Готовится к выпуску в 2013 году программы для 2-го, 4-го, 8-го и 9-го классов. Но 2-й, 4-й выйдет зимой, конец декабря, начало января, наверное, а 8-й, 9-й чуть позже. И уже вышли электронные приложения к учебникам для 10-го и 11-го классов. Чем электронные приложения отличаются от обучающей компьютерной программы? Тем, что в отличие от программы, приложения содержат в себе тесты к каждому юниту. Эти тесты можно делать на диске, можно их распечатать и сделать на бумаге. Эти приложения содержат аудиоприложение, то есть его можно использовать как mp3-диск. Оно содержит скрипты, можно прочитать все, что говорится. Содержит материал для проектных работ, графические картинки, фотографии. И, наконец, оно содержит англо-русский словарь электронный, которым можно пользоваться. Вот теперь давайте посмотрим на примеры. Чем, например, конкретно, чем интерактивные плакаты отличаются от бумажных? Традиционные бумажные плакаты вы прекрасно знаете. Это статичное изображение. Мы этот плакат с вами вешаем на стену, либо на доску. Используем на уроке. И плюс они должны быть обязательно большого размера, чтобы всем было видно. И это значит, что неудобно хранить. Все время пыль, тяжело повесить, да еще и глаз до глаз нужен, чтобы дети кошкам не подрисовали рога и бороды. И так далее. Интерактивные плакаты гораздо удобнее. Во-первых, они включают в себя анимированное изображение. Все слова произносятся. Программы, плакаты можно использовать в классе для введения нового лексического и грамматического материала, а также дома для того, чтобы повторить лексику, грамматику и подготовиться к контрольным работам. И хранить их удобно. Давайте мы с вами посмотрим, например, из интерактивных плакатов к учебникам happyenglish.ru для 2-4 классов. Сразу хочу сказать, что это один диск для 2-4 классов, весь для начальной школы. Сейчас перед вами появятся упражнения. Сейчас перед вами появятся упражнения на экране, несколько секунд требуется. И давайте посмотрим, как они работают. Вы увидите, как в этом плакате объясняется грамматический материал. Употребление слов some и any в вопросительных, отрицательных и утвердительных предложениях. Коллеги, скажите, пожалуйста, появилось перед вами изображение интерактивного плаката на экране? Так, у кого-то нет, у большинства да. Те, у кого нет, это значит интернет медленный. Сейчас чуть-чуть подождем несколько секунд. Еще я думаю, что грузится. У большинства все-таки появилось. Ну что ж, коллеги, если у кого-то интернет не позволяет загрузить, я для тех буду говорить, что вы видите на экране. Ну что ж, давайте начнем посмотрим. Браузер не тянет, с компом все в порядке. Да, к сожалению, бывают такие ситуации. Коллеги, вы можете вот что сделать. Попробуйте открыть в другом браузере вебинар, то есть зайти в него снова. Например, Google Chrome. Я им обычно пользуюсь. Можете попробовать с интернет-эксплорера, можете попробовать с Mozilla и так далее. Opera, как правило, медленно работает. Ну что ж, давайте посмотрим на то, как интерактивный плакат работает. То есть вы видите, предложение утвердительное, видите, сам выделено цветом. Затем мы посмотрим на то, каким образом вопросительное предложение образуется. Видите, анимация короткая, которая позволяет детям запомнить, что на что меняется, как меняется порядок слов. И как образуется отрицательное предложение. Куда ставится not и что вместо сам у нас появляется any. То есть довольно удобная ситуация на самом деле. Давайте посмотрим, как еще у нас образуется. Время. There is some milk in the glass. Is there is ставится на первое место. Сам улетает any ставится. И, наконец, отрицательное предложение. То есть представьте, вы стоите в классе у доски, на доску проецируется этот плакат, вам достаточно только прикоснуться к предложению, все на доске происходит, а вы просто комментируете эти действия. Эти плакаты, как я уже говорил, они только готовятся к выпуску, но выйдут в ближайшие недели. То есть интерактивные плакаты вещь довольно удобная, очень облегчают ввод материала. Еще разок пройдемся по интерактивным плакатам. Лексический материал плакатов организован по темам. То есть, например, если мы говорим о начальной школе, скажем, тема семья, то во втором классе мы говорим про ближайших родственников, father, mother, grandfather, grandmother. В третьем классе у нас появляются новые слова, niece, nephew, aunt, uncle и так далее, cousin и прочее. То есть к этому одному и тому же плакату можно возвращаться несколько раз в течение всего этапа обучения. Грамматический материал плакатов позволяет вместе с материалом учебников создать целостное представление грамматических явлений. И, наконец, плакаты озвучены. Ученики могут использовать их самостоятельно для подготовки к контрольным работам. Вы сейчас не слышали, а видео показывал без звука. На самом деле все эти предложения, которые вы видели по грамматике, они все начитаны носителями языка. Вот пример из интерактивного плаката к учебникам Enjoy English. Тема seasons and weather, вернее, nature and weather и то, что относится к живой природе. Например, слово failed. Мы на него нажали, картинка увеличивается, на весь экран разворачивается. Слово озвучено, мы слышим, как оно произносится. И мы видим, как ласточка пролетает над полем. То есть это поле живое, дети прекрасно понимают, о чем идет речь. Если вам понравились интерактивные плакаты, то для того, чтобы что-то взять и использовать в своем классе, вы можете скачать диск, на котором мы выложили часть интерактивных плакатов, так же, как часть упражнений из других обучающих компьютерных программ. Для этого вам надо пройти на главную страницу сайта englishteachers.ru и в левом верхнем углу вы увидите изображение диска. Нажимаете на него и скачиваете. Там есть упражнения и из тех компьютерных программ, которые только готовятся к выходу. Мы уже их вам показали. Итак, коротко-коротко повторим. Обучающие компьютерные программы созданы в русле авторской концепции, как компоненты ОМК. Могут использовать для презентации и отработки материала, контроля степени его усвоения учениками и самоконтроля. Могут использовать как на уроке, так и дома. Давайте мы с вами посмотрим на несколько примеров из таких обучающих компьютерных программ. Например, сейчас я вам покажу обучающую компьютерную программу к учебнику милле для четвертого класса, третий юнит, урок второй, упражнение третье. Появилось у вас изображение? У большинства появилось. Кто-то пишет нет. Сейчас должно появиться. Буквально несколько секунд. Ага, у большинства все-таки есть. Ну что ж, коллеги, давайте посмотрим, как выглядит работа с такой обучающей компьютерной программой. Вот в городе Бронец пока еще не появилось изображение. Еще у нескольких человек нет, к сожалению. Ну что ж, коллеги, давайте я вам покажу и попробую объяснить для тех, кто не видит. Я потом покажу несколько скриншотов. То есть, и даже если у кого-то не загрузилось, вас это не обойдет изображение. Итак, давайте посмотрим, как мы развиваем различные виды речевой деятельности. Вот эта программа позволяет обучать чтению на уровне предложения. Перед детьми появляется картинка. Мы работаем сейчас, отрабатываем, используя Present Continuous. Мы видим предложение, которое написано в Present Continuous. Те предложения, которые соответствуют картинке, на этих предложениях мы нажимаем на буквку True. Те, которые не соответствуют, нажимаем на F, то есть True, False Statements. Как только мы выполнили все упражнение, внизу становится активной кнопочка Check. Видите, вот эта вот зеленая галочка рядом с опросительным знаком, прямо по центру экрана, в самом низу. Нажимаем на эту кнопку, она сейчас станет активной, и проверяем себя. Нажали, и программа нам показывает, что все выполнено правильно, и появляется маленький бонус. Видим, как что-то происходит красивое на экране. Маленький мультик. Давайте посмотрим на пример из другой программы. Это обучающая компьютерная программа к учебнику Enjoy English. Программа позволяет работать с аудированием. Поскольку у вас сейчас она пойдет без звука, вопрос, по какому учебнику continuous в начальной школе берется. В учебниках Mille Present Progressive дается в начальной школе. Так что там это можно. Саму тематику, в том числе и грамматический материал, вы можете посмотреть в примерной программе. Что у нас положено давать в начальной школе, что положено давать на продвинутом уровне и так далее. В Mille не дается правил, как таковых, правильно совершенно коллега пишет. Но дети из контекста, выполняя задания, разные понимают значения. А потом подробно, детально правила объясняются уже в учебниках книг «Данем English». Итак, давайте посмотрим, например, упражнение из программы Enjoy English для четвертого класса, пятый юнит, восьмое упражнение. Мы с вами видим маленькое интервью, которое журналист берет у персонажа учебника. И после того, как это интервью прозвучало, все выглядит в виде мультфильма. Мы видим, как персонаж движется, говорит и слышим всю эту аудиозапись. После этого перед нами появляются задания. Задания вы сейчас увидите. Эти задания на Multiple Choice. Если вы их успеете проанализировать, это задания на Listening for Specific Information. То есть аудио, звук берется тот же самый, который дается в аудиоприложении к учебнику, но задания отличаются от того, что есть в учебнике, но с тем же самым текстом. То есть это дополнительное упражнение. Посмотрите, нужно было услышать нужные информации. Если мы выбрали правильные варианты, они появляются автоматически в предложении, дополняют, становятся активной кнопкой Check точно так же, и дети получают мгновенную оценку. Вот перед нами проплыла золотая рыбка, и появилось слово Excellent. Давайте посмотрим еще на один пример. Пример на отработку орфографии. Это упражнение из обучающей компьютерной программы к учебнику happyenglish.ru для пятого класса. Такие упражнения даются в конце каждого юнита, и используется только лексика из активного вокабуляра. Посмотрите, перед нами с вами появляется слово. Игра похожа по принципу на игру Wheel of Fortune, или то, что по-русски называется поле чудес. Появляется слово, на дереве у нас червячки есть, и у нас есть несколько... Мы видим слово довольно большое, мы выбираем буквы. Если мы кликнули на букву, которая есть в этом слове, то у нас червячок превращается в гусеницу или в бабочку и начинает танцевать. Если мы вкрикнули на неправильную букву, то у нас гусеница просто падает с ветки. Как только кончились гусеницы, больше мы ни одну букву кликнуть не можем. Посмотрите, у нас уже вырисовывается слово. Мы уже с вами можем догадаться, что это слово Information. Кликаем дальше. Если все сделали правильно, то у нас появляется бонус. Мы проверяем себя, и мы выигрываем один балл. И точно так же баллы набираем. Вот это упражнение вы можете выполнить онлайн. Оно есть на сайте englishteachers.ru по вкладке демо. Вот уже комментарий. Дети сходят с ума от радости при таких играх. Действительно, посмотрите, ведь довольно скучное задание. Вспомни, как правильно пишется слово. Правда же? Тем не менее, если слово пишется правильно, мы его выполняем вот таким образом. Но не будем смотреть до конца, я думаю, идея понятна. Давайте посмотрим еще на одно упражнение. Это упражнение из учебника Enjoy English для восьмого класса, из обучающей компьютерной программы. И это тоже упражнение на чтение. Тем не менее, если вы посмотрите на это упражнение, оно уже очень близко к формату ГИА. То есть мы не только тренируем умение чтения, но мы готовим детей к итоговой аттестации в девятом классе. Посмотрите, перед детьми появилось упражнение про Сахару. Мы кликаем на нужный вариант. Вариантов у нас четыре ответа, естественно. Один только из них правильный. Два играют роль дистрактора, и один совсем неправильный. Кнопка чек становится активной. Мы на нее нажали, и перед нами появляется маленький мультик. Мы видим ту самую пустыню. По ней идет караван верблюдов, и их догоняет отставший верблюд. То есть маленький мультик, который и стимулирует детей для того, чтобы выполнить упражнение. Давайте я вам покажу еще несколько программ. Кто-то говорит, с доски такое упражнение не очень будет лучше индивидуально. Действительно, очень много зависит от класса, от того, каким образом построена чистотехническая организация. Мы сейчас про эти моменты поговорим. Посмотрите, еще одно упражнение, которое помогает научить писать личные письма. Сам формат личного письма знаком детям. Это упражнение из учебника Enjoy English для девятого класса, из первого юнита. Но мы здесь учим детям связанности текста. К сожалению, в личных письмах бывает одно из проблем. Формат дети уловили, уже знают, где писать обращение, как подписаться и так далее. Тем не менее, тексты получаются не всегда связанные. И эта программа позволяет нам прочитать текст, проанализировать, выбрать предложение, которое подходит по смыслу, для того, чтобы с текст связанным получился, и это предложение выстроить. Если сделали правильно, опять перед нами появляется маленький рисованный бонус, который специально художники создавали для нашей обучающей компьютерной программы. То есть, мы сейчас с вами посмотрели на обучение чтению, посмотрели на обучение орфографии, посмотрели на обучение аудированию, посмотрели на пример контроля. Давайте посмотрим, например, из программы к учебнику МИЛ для четвертого класса. Это обучение говорению. Каким образом оно строится? Это обучение именно на уровне выстраивания текста в нужном порядке. Обучение, которое позволяет использовать, может использоваться в качестве опоры. Я уже обещал рассказать о тех проблемах, которые у детей часто возникают. Они возникали на ЕГЭ, они бывают на ГИА, и они бывают постоянно на Всероссийской Олимпиаде, по крайней мере, то, что я вижу на региональном этапе. Так вот, в чем заключается проблема? Проблем, как правило, две. Первое. Дети просто не могут построить диалог, не знают этикетных фраз, не знают, как начать и так далее, всяческие местоимения, то есть не обеспечивают связанность. А вторая проблема, она гораздо серьезнее, потому что связанности научить можно, и мы видели с вами пример того, как мы этой связанности обучаем. А вот другая проблема, с которой дети часто сталкиваются, она заключается вот в чем. Для того, чтобы построить диалог, необходимо уметь слушать собеседника и реагировать на его реплики. Не все дети это умеют делать. Более того, если они на Олимпиаде встречают собеседника незнакомого, то у них выходит вот какая ситуация. Ребенок пытается показать свои знания, блеснуть лексическим запасом и грамматикой, поэтому вместо того, чтобы строить диалог, он в одну реплику пытается вставить все свои знания. Поэтому получается имя налог. Бедный его собеседник слушает, у него глаза постепенно округляются. Потом, когда ребенок заканчивает свой монолог, он поворачивает к собеседнику и говорит «What do you think?» И собеседник начинает отвечать тем же, выдает свой монолог. Вместо диалога получается обмен двумя монологами. И дальше диалог никак не движется, соответственно, за взаимодействие оценка получается очень низкой. Каким образом с этими проблемами можно бороться? Один из способов — использовать функциональные схемы диалогов. Это такие схемы, которые дает Мирем Забаттин Бибалетову в своих учебниках Enjoy English. Второй способ — это упражнения из обучающих компьютерных программ. Когда мы учим детей, какие фразы можно вставить по смыслу, как этот диалог составить, в каком порядке все это можно делать, как меняться ролями. И еще один пример, который я вам хотел показать. Это пример из интерактивных плакатов к учебникам happyenglish.ru, только уже не грамматический, а пример лексический. Тема этого плаката — календарь. Посмотрите, перед нами есть слова, которые относятся к календарю в левом верхнем углу. Перед нами есть с вами сам календарь на октябрь. И когда у нас появляется слово, мы можем нажать на изображение динамика, и это слово будет произнесено, причем оно будет произнесено двумя голосами. Нажимаете первый раз, слышите женский голос, говорит британка. Нажимаете второй раз, слышите мужской голос, говорит американец, и чуть быстрее. Что позволяет формировать у учащихся фономатический слух на довольно высоком уровне уже с самого начала. То есть все, что вы видите на экране, каждое слово, оно интерактивно. Вы на него нажимаете, оно увеличивается, появляется на плакате и произносится. Ну и погода, соответственно, октябрьская. Вот маленький пример. Речь шла у нас про 30 октября, и мы потихонечку к этому 30 октября подбираемся. Но, я думаю, не имеет смысла смотреть нам до конца. Это упражнение смысл его вполне понятен. Вернемся к презентации. То есть, как я уже говорил, обучающие компьютерные программы созданы в русле авторской концепции, но они расширяют и дополняют возможности учебника. Они позволяют также заниматься и расширять возможность самоконтроля. Посмотрите на пример из задания Test Yourself к учебнику happyenglish.ru для 6 класса. Мы с вами видим задание. Нам даны 8 предложений. Под ними внизу появились слова, которые необходимо вставить в подходящие по смыслу пропуски. То есть, здесь мы говорим о лексической сочетаемости и о той лексике, с которой мы работали. Но это именно тест на лексику. Не будем сейчас тратить время с учетом того, что у многих уже время за полночь у слушателей. Пойдемте дальше говорить о методике. Как я уже говорил, есть диск Enjoy the ABC. Что он в себя включает? Это знакомство с букмой алфавит, песенка про алфавит и авторские стихи на каждую букву. Он включает в себя электронную пропись, задание на соотнесение буквы и ее названия, задание на соотнесение прописных и строчных букв и запоминание алфавитного порядка. То есть, мы буквы выставляем в алфавитном порядке и слова в алфавитном порядке. То есть, мы фактически готовим детей к использованию словарей и справочников. Именно такой состав диска позволяет решать целый ряд проблемы. Зовучить алфавит бывает скучно. Пожалуйста, вместо презентации буквы просто рисовать ее или показывать на карточке, мы смотрим маленький мультик и слушаем стихотворение. Дети часто путают буквы, сложно новыми движениями овладеть, писать их. У нас есть электронная пропись. Если у вас есть интерактивная доска, прекрасно это работает. Даже запомнив алфавит, дети иногда не узнают отдельные буквы по их названиям. У нас существует электронный тренажер, который позволяет отработать эти названия и решить проблему. И, наконец, дети часто заглавные и маленькие буквы путают, например, D и B и так далее. Пожалуйста, вот у нас есть электронный тренажер, который позволяет научиться эти буквы не путать. То есть, можно говорить вот о чем. Можно ли использовать приложение для ознакомления с алфавитом? Конечно, можно. И, наверное, можно его использовать при работе по любому учебнику. Можно ли использовать приложение для обучения графики? Да, потому что есть электронная пропись. Поможет ли приложение ребенку более эффективно владеть алфавитом? Но здесь я поделюсь собственным опытом. Прошлым летом мне пришлось позаниматься английским языком со своей крестницей. Она учится в одной школе в Подмосковье, в очень ближнем, не в самой Москве. Я не буду говорить, по какому учебнику они занимались, только могу сказать, что это точно не учебник, выпущенный издательством титул. Так вот, девочка закончила второй класс. Им знаете, какое задание на лето дали? Задание дали следующее. Выучить алфавит и название всех букв. Можете себе представить, что это за задание после первого года обучения. Трудно было поверить своим ушам, но именно такое задание и дали. В начале августа начали с ребенком работать. Я использовал диск вот этот вот Enjoy the ABC, подарил этот диск девочке. Занимались буквально две недели, причем она занималась с увлечением. После этого в сентябре пошла в школу. Оказалось, что алфавит она выучила и больше уже не путается. Кто-то пишет, точно Кузулев был. Нет, коллеги, сразу скажу, это был не Кузулев, это не учебник Владимира Петровича. Но, тем не менее, к сожалению, вот была такая проблема. Я просто специально не говорю, какой учебник, чтобы не критиковать. Потому что, вы знаете, я думаю, что проблема там не только в учебнике, хотя, зная учебник, там действительно и с ним проблема. Но проблема еще и в том, как учитель работал. И вот такое приложение в план уроков писать несложно. Потому что мы знакомимся с буквой, вместо того, чтобы писать ее на доске, мелом или маркером, и пачкать руки или одежду, мы показываем мультик. И так далее. Могут ли ученики пользоваться приложением самостоятельно дома? Могут, потому что есть тренажеры, которые работают. Давайте поговорим о методических принципах еще, на которых основаны обучающие компьютерные программы к учебникам EnjoyEnglish, Millie New Millennium English и HappyEnglish.ru. Во-первых, со 2 по 4 класс есть упражнения на аудирование. А в курсе Millie это еще и учебник Millie Stata, то есть в первом классе, если у кого-то есть такие часы. Есть упражнения на отработку лексики в программах. Мы видели эти примеры. Есть упражнения на отработку грамматики, включая грамматическое моделирование в обучающих компьютерных программах к EnjoyEnglish. Моделирование было добавлено в версии номер 2 этих программ, то есть фактически версия номер 2 отличается от версии номер 1 тем, что в ней появилось грамматическое моделирование и количество упражнений выросло в 2 раза благодаря моделированию. Есть упражнения на чтение. Вопрос, а пропись можно использовать на планшете с сенсорным экраном? Можно, прекрасно будет работать. К ним бы еще тренажеры по транскрипционным знакам. Транскрипцию не добавляли, но я думаю, что это идея для следующей версии. Далее, упражнения опоры для говорения. Мы видели с вами примеры подготовка ГИА и ЕГЭ. Есть тесты в электронных приложениях и в обучающих программах. Материал для проектных работ в электронных приложениях. И есть электронный журнал с записью результатов работы ученика. Этот журнал работает с 5 класса. Программы использовать удобно методически, потому что в каждой программе есть файл, который называется Guide. Вы его можете скачать, распечатать, либо в электронном виде использовать. То есть, там есть пояснительная записка, которую можно вставить в рабочую программу. И подробный план уроков с пояснением, как можно использовать каждое упражнение. Нарисованы все кнопочки, на которые надо нажать и в каком порядке. То есть, готовиться к уроку легко. Более того, даются предложения по вариативности использования. То есть, когда, как и что можно включать. Детям и родителям тоже понятно, как использовать программу. Если они нажимают на изображение вопросительного знака, вы видите, в левом верхнем углу, перед ним появляется подробная пошаговая инструкция на русском языке. Интерактивный грамматический справочник дается. Сейчас перед вами справочник из обучающих компьютерных программ к учебникам New Millennium English. Вы видите, подробно по-русски объясняется. Даются разноуровневые упражнения, когда можно выбрать задание нужного уровня. Сильнее или уровень выше для учеников посильнее, там быстрее делаются упражнения и так далее. Есть задания интегрированные на разные виды речевой деятельности. Задания, например, которые интегрируют обучение аудированию и обучение письму. Послушайте, впишите пропущенные слова. Дополнительные упражнения. Посмотрите, если в учебнике мы только слушаем и запоминаем, что каждый персонаж делает в воскресенье, и потом отвечаем на вопросы, то в программе у нас еще три задания добавляются к этому. Упражнения опоры на говорение. Слушаем диалоги, выстраиваем упражнения в нужном порядке. Слушаем картинку, описание и выбираем картинку соответствующую, то есть упражнения на аудирование. Задания в форме множественного выбора. И мгновенная оценка, как я уже говорил. Вот у нас как выглядит электронный журнал. Мы видим с вами, из какого урока какие упражнения сделаны и на сколько процентов. И также программы включают информацию и упражнения о России, знакомство с культурой стран изучаемого языка, то есть, например, слушаем песню «Дженгл Беллс» и подтаскиваем в строчке нужные слова из этой песни. Теперь давайте проанализируем из того, что мы видели, обучающие компьютерные программы, и перейдем после этого к использованию интернет-ресурсов обучения английскому языку. Скажите, пожалуйста, как на ваш взгляд, из того, что вы видели, из того, что вы сами использовали, расширяют ли эти обучающие компьютерные программы возможности учебника? Да, расширяют уже. Отлично. Следующее. Удобно ли их использовать в классе? Это более сложный вопрос. Кто-то говорит, скорее закрепляют. Закрепляют тоже хорошо, потому что учебник и без программ прекрасно работает, но программы добавляются. Вот кто-то пишет, не всегда удобно эти программы использовать. В самом деле, потому что существует целый ряд иногда сложностей. Во-первых, материалов в учебниках и так много, не все можно успеть пройти за урок. Особенно, если брать учебники Enjoy English, в которых используют принцип избыточности материала. Кроме того, программа одномоментно работает только на одном компьютере. Это особенности защиты, которые стоят на программе. Поэтому не всегда бывает возможно включить в компьютерном классе. Много дисков надо. Поэтому, коллеги, я бы здесь предложил такой выход. Если вам удобно, вы вписываете программу в план урока и используете ее в классе. Если вам не очень удобно, я думаю, имеет смысл посоветовать учащимся, точнее их родителям, держать такие программы дома. В качестве для ознакомления вы можете дать, например, какие-то упражнения с демодиска. Я знаю, что в школах бывают разные правила. Где-то совсем запрещают учителям что-то советовать родителям. Но вы знаете, какие бывают ситуации. Родители, как правило, очень хотят, чтобы дети их учили английский язык. Но вместо того, чтобы купить что-то стоящее, они приобретают для детей решебники. Рассчитывая на то, что вот решебники ребенку непременно помогут хорошие оценки получать. Я думаю, что стоимость программ сопоставима с тем, чтобы купить два решебника. Но программа все-таки неизмеримо полезнее будет. То есть, вот это вот можно посоветовать родителям. Где-то вопрос потом прокуратура затаскает. Но я бы сделал так. Требовать, чтобы родители купили, нельзя, конечно же. А вот сказать, что вы знаете, для тех, кто интересуется дополнительными возможностями, есть вот такие вот материалы. И я готова, если у вас будут программы, например, советовать, что из них использовать, такое, наверное, лучше сработает. Следующее. Как вы считаете, повысится ли мотивация у учеников, если мы будем использовать такие обучающие программы? Да, конечно, повышается. Облегчают ли они учителю контроль выполнения заданий? Вы знаете, вот поскольку я сам педагог, который и практиковал, и преподаю все еще, сейчас даю уроки, я просто знаю для себя, что есть две проблемы, с которыми я всегда сталкиваюсь. Первая – это проверить контрольные работы, никогда на это силы времени не хватало, и вечно приходилось ночами сидеть. Вторая проблема – хочется иногда отдохнуть хоть немножко во время урока. Вот программы здесь помогают. Дети выполняют упражнения, программа сама показывает, на сколько процентов ребенок выполнил, или что у него правильно, что неправильно. Программа не ставит оценку, например, тройку, четверку, пятерку или ниже. Все, что делает программа, всего лишь показывает результат. А мы с вами сами решаем, какую оценку для этого поставить. Ну и, соответственно, можно хоть немножко спокойно подышать, когда идет такая работа. И следующий вопрос финальный. Как вы считаете, полезно ли детям будет использовать программы для домашней работы? Да, для домашней работы это очень удобно. В классе не всегда впишется, а дома вполне можно потренироваться. И именно поэтому я и говорю, если говорить родителям, то не требовать, чтобы они что-то купили, а просто сказать, вот хотите помочь, есть вот такие материалы. А вы дальше сами решайте, может ребенка самостоятельно позаниматься. В качестве повторения материала, да, тем более очень удобный вариант. Кто-то говорит, у меня даже опережают по темам. Да, бывает и такое, дети так увлекаются программой, что начинают забегать вперед и выполнять упражнения. Сначала наугад, а потом все больше и больше помогают. Что, конечно, хорошо. Итак, коллеги, давайте мы теперь с вами поговорим об использовании интернет-ресурсов в обучении английскому языку. Ресурсы можно поделить на несколько типов. Мы с вами пройдемся по типам этих ресурсов. Я вам дам примеры таких ресурсов вместе со ссылками. Я сразу хочу подчеркнуть, ссылки в презентации я использовал только на ресурсы безопасные, на ресурсы бесплатные и на ресурсы, которые не нарушают никаких авторских прав. Кроме этого, мы с вами будем говорить про плюсы и про минусы использования интернет-ресурсов в обучении английскому языку. Потому что есть такие моменты. Вот кто-то говорит, есть такие родители, которые готовы купить все, ребенок не готов учиться. К сожалению, с детьми есть такая проблема, правильно пишет Мария Андреевна совершенно. Но вы знаете, один из способов как раз поднять мотивацию, повысить готовность учиться у ребенка, это использовать какие-то игры. Программы здесь помогают, как правило. У меня второклассник по энджоингу уже весь алфавит прописали вперед. Андрей Иванович, то есть у вас с опережением дети идут, хотя сейчас только четверть заканчивается, они уже вперед прошли, да? Но действительно, детям многое это нравится. Ну что ж, давайте посмотрим на интернет-ресурсы. Вспомним определение информационно-коммуникационных технологий. Средства телекоммуникации тоже подпадают под это определение. Другое дело, да и упражнения сами решают, даже когда не задаю. Ну вот, мотивация растет. Ну у кого-то прописали, но не выучили. Но вы знаете, коллеги, без учителя все равно ребенок мало чему научится. Компьютер, слава богу, ни учитель, ни переводчика не заменят. Мы все равно нужны и будем нужны очень много лет. Я думаю, на наш век точно с вами хватит. Учитель все равно главным остается. Но вы знаете, прописать можно, а вот как выучить? Повторение, мать учения. Чем больше повторяют, тем больше запоминают. Так вот, вернемся к средствам коммуникации. Я попытался их поделить на несколько категорий. Во-первых, можно использовать Twitter. Это служба коротких сообщений. Можно использовать для обучения писанной речи на уровне предложения. Не больше 140 знаков. То есть предложение получится совсем коротенькое. Можно общаться друг с другом, но в этом смысла большого нет. А можно попробовать пообщаться с носителями языка. Можно использовать блоги. Это онлайн-дневники. Одной из популярных площадок для введения онлайн-дневников является livejournal.com. Таких много полно. И lj.ru. Это подразделение livejournal. И liveinternet.ru. И le.ru. И так далее. Эти блоги можно использовать для проектных работ, над которыми дети вместе работают. Причем проектная работа может быть выполнена в виде записи блога. Либо они в блоге обсуждают, как проектную работу сделать, когда каждый работает из дома, но использует ее. Для обучения писанной речи также на уровне текста. На сайте englishteachers.ru мы даже выделили специальный раздел. У нас есть раздел блогов для учителей. Я и сам там пытаюсь ввести. Некоторый образовательный блог, но редко удается писать. И многие учителя пишут. И есть раздел блогов. Например, в учебниках happyenglish.ru для 11 класса есть задание создать блог. Так вот, ученики могут создать его на сайте. Есть интернет-форумы. Интернет-форумы удобно использовать не только для общения, но также для получения нужной информации. Вот здесь мы как раз тренируем умение правильно вопрос сформулировать, умение его скорректировать, если необходимо, и умение вычленить из потока информации нужную. Социальные сети, например, facebook.com, могут использоваться для общения, а также для совместного создания проектных работ. Специально созданный инструмент существует. Это, например, безопасная имитация социальных сетей. Почему это важно? Потому что в социальных сетях трудно контролировать, с кем и как дети общаются. Мы не можем ребенка, особенно ученика, не самых старших классов, отпустить в свободное плавание. Потому что дети пока еще не владеют многими основами информационной безопасности в интернете. И вот в такой ситуации безопасная имитация социальных сетей нам может помочь. Я покажу вам примеры. И существует служба для нахождения друзей по переписке. Одной из таких популярных служб является e-pals.com. Она позволяет найти друзей и организовать свободное общение. Как я уже говорил, у любого средства, у любого приема и метода, в зависимости от конкретных условий, могут быть плюсы, но могут быть и минусы. Плюсы всех средств телекоммуникации заключаются прежде всего в том, что мы погружаем детей в общение в естественной среде, включая общение с носителями языка. Но минусов тоже может быть немало. Давайте на них посмотрим и на то посмотрим, как мы можем решить эту проблему. Первый минус. Проблема управляемости общения с точки зрения структурирования языкового материала. Очень часто детям попадает такой языковой материал, до которого они еще не скоро дойдут, и у них либо не возникает понимания, либо им, к сожалению, очень трудно разобраться в этом море информации. Нам приходится отвлекаться от хода работы. Возникает проблема безопасности. Не всегда дети осознают, что не надо некоторую личную информацию размещать на сайтах. Но что уж там говорить о детях. Иногда бывают такие ситуации, коллеги, я вас очень тоже прошу быть внимательными. Я понимаю, что многие из вас доверяют сайту englishteachers.ru, но все-таки, коллеги, когда мы вас просим сообщить по электронной почте адрес, на который мы можем прислать сертификат, либо свидетельство об участии в каком-то конкурсе и так далее, присылайте его на электронную почту, не размещайте в открытом доступе на сайте. Потому что хотя у нас, слава богу, атмосфера хорошая, и учителя приходят именно, работают почти уже 38 тысяч учителей, хотя совсем недавно, в сентябре, у нас 35 только тысяч было. Тем не менее, все равно, домашний адрес не пишите, пожалуйста, нигде и никогда онлайн. А ту информацию, которая в профиле вашем видна, ее можно регулировать, кому она доступна. Не показывайте всем подряд номера сотовых телефонов и так далее. Детей тоже надо учить безопасному поведению в интернете. Каким же образом можно решить такие проблемы, а именно проблемы неструктурированного общения языкового материала и проблемы безопасности? Один из способов решения – это участие в телекоммуникационных проектах с зарубежными школами. И это общение происходит участие под контролем учителя, и вы можете специально созданные бесплатные и безопасные сайты использовать, а также параллельно обучать школьников основам безопасности в интернете. На сайте, на форуме у нас есть тема «Безопасности в интернете для школьников», и там даются и видеоролики, ссылки на видеоролики, которые помогут вам обучить детей, и примеры того, какие могут быть опасности и как их избегать. Вот пример такого онлайн-проекта. Взял, дала его ссылку на форуме одна из наших участниц. Сделано это интерфейс, имитирует Facebook, только называется «Fakebook». Вверху адрес есть, и ссылку я вам дам, если хотите, на этот проект. Посмотрите, в виде проекта учительница сама для себя попробовала, создала онлайн-страницу Елизаветы I, английской королевы. Мы видим ее друзей, и в друзьях у нее и политические деятели, и Шекспир, и Кристофер Марлоу, и так далее. И мы видим серию постов на странице, где якобы Елизавета пишет о том, что происходит в ее жизни. Там как раз и о восхождении на престол Эдуарда VI, и так далее, и Марии Тюдор. И Марии Тюдор ехидно эти посты комментирует. Вот такого рода проектную работу вполне можно выполнить, поручив детям создать страницы либо исторических персонажей, либо персонажей из учебника. А для того, чтобы такие страницы создать, надо познакомиться с информацией о жизни этих персонажей, найти что-то необычное, запоминающееся, картинки, изображения и так далее. Далее, мы можем брать информацию из интернета как основу для работы. Но, уважаемые коллеги, если позволите, я пока отвечу на несколько вопросов. Кто-то пишет, наш сайт englishteachers.ru, очень интересный и нужный информационный. Большое спасибо, готов всегда только радоваться за такие комментарии. Заказывать надо на проверенных сайтах, заказать в интернет-магазине и так далее. Где можно взять информацию о StarFall для обучения чтения сайта? Коллеги, хорошо, что вы делитесь ссылками из сайтов. Я буду вам давать еще такие вещи. То есть, мы как раз с вами и можем в вебинаре поделиться нашим с вами опытом. Как заказать через интернет-магазин? Ну, на сайте englishteachers.ru есть вход в интернет-магазин. Вы можете заказывать через него какие-то, вернее, не какие-то, а любые обучающие компьютерные программы, любые компоненты ОМК и так далее по английскому языку. Обратите внимание, издательство TITL взяло на себя почтовые расходы для всех заказов, которые делаются в октябре. Возможно, эта акция будет продлена. То есть, посмотрите, пожалуйста, на цены, посмотрите, насколько эти цены отличаются или не отличаются от цен в ваших магазинах. Но, в отличие от магазинов книжных, интернет-магазин работает 24 часа в сутки, и на нем вы можете найти все, что было выпущено, потому что магазины далеко не всегда все приходят. Вот кому-то очередная посылка пришла, заказал пару дней назад очень дешево, цены отличаются и так далее. Ну что ж, коллеги, давайте поговорим о том, как мы можем использовать информацию из интернет в качестве основы для работы. Но, во-первых, в качестве информации для вас есть поурочные онлайн-ресурсы на сайте englishteachers.ru. Если вы зайдете в темы учебников, то к каждому учебнику есть подраздел «Ресурсы к учебникам». Кроме учебников и материалов из книг для учителя, это поурочное планирование и тематическое планирование, вы можете найти каталоги бесплатных поурочных онлайн-ресурсов. Если мы говорим о каком-то деятеле истории, тут же есть ссылка на интернет-статью. Говорим про Тауэр, есть ссылка на виртуальный тур по Тауэру или по Мугенемскому дворцу, если мы говорим про Мугенемский дворец и так далее. Эти ресурсы можно использовать в качестве дополнительных материалов на уроке, либо материалов для проектных работ. Кроме этого, можно использовать интернет-энциклопедии. Есть несколько примеров. Всем знакомая Википедия, интернет-энциклопедия Британика, например, britannica.com, просто сайт энциклопедический, например, encyclopedia.com, образовательная энциклопедия на сайте yahoo, education.yahoo.com и так далее. Энциклопедии существует много, но с ними возникает вот какая проблема. Возникает проблема полноты и достоверности информации. Если вы зайдете на сайт Википедии, то вы увидите, что на английском языке несколько миллионов статей, а на русском языке всего около 900 тысяч. Если вы попробуете ввести слово Russian в англоязычную версию Википедии, то ссылок на статьи будет меньше, чем если вы введете слово русский на русском языке. То есть разница информации по полноте и в зависимости от того, на каком языке она написана. Более того, поскольку Википедию редактируют обычные люди, то там есть еще одна проблема, с которой вы можете столкнуться. Ряд исследований показывают, что фактическая информация в Википедии довольно правильная. Она мало отличается по содержанию, по правильности от энциклопедий бумажных. Но, к сожалению, в Википедии иногда прорываются господствующие мифы. Например, если вы в сознании господствующие стереотипы, которые находят свое отражение. Но так же, как со значением слова. Вы знаете, у слова есть динатат, то есть то, что слово обозначает, и есть коннотат. То есть ваше выражение, выражение вашего отношения к слову. Это вы еще из языкознания помните или из курса лексикологии. Например, противник и враг совершенно разные слова по отношению, по коннотату, хотя по динатату они обозначают одно и то же человек, который является вашим оппонентом. Вот еще одно слово совсем с другим значением. Правильно? То есть оппонент и враг это не одно и то же в общем то. Разные отношения, разные оттенки смысла семантические. Так вот, в интернет-энциклопедиях, особенно в Википедии, к сожалению, иногда проявляются общие стереотипы тех людей, которые ее писали. Поэтому прежде чем поиск энциклопедии, подумайте о том, кем написана статья и для чего. И, наверное, все-таки одним из решений является использовать энциклопедии академические. Ту же самую энциклопедию британика, поскольку там информация подается более нейтрально. И так далее. Еще одним из удобных средств являются онлайн-словари. Эти словари могут быть и локальными. Например, Мэрион-Вебстер словарь в основном американский. И первым идет вариант американский, затем британский дается. А это может быть словарь солидного издательства, например, dictionary.cambridge.org, или может быть словарь бесплатный The Free Dictionary. Есть словари идиом, есть словари этимологические. Я думаю, что вы ими всеми широко очень пользуетесь. Российский словарь Abeling завоевывает все больше международное признание, тоже хорошее. Есть бесплатная версия в интернете. Но кроме этого есть еще один важный ресурс. Мы все с вами часто задаемся вопросом, я думаю, что не только я, но и вы себе задаете иногда вопрос, а можно ли так сказать по-английски, а говорят ли так по-английски, а в каких ситуациях говорят, к какому стилистическому слою речи относится то или иное слово. Ответить на такие вопросы и провести ваше собственное исследование, либо организовать исследовательскую работу учащихся, может помочь языковой корпус. Языковой корпус – это коллекция текстов, нескольких миллионов текстов, как правило, с инструментом поиска по словам и анализа частотности и сочетаемости. Существует несколько национальных британских корпусов, я дал ссылки на два. Например, netcorp, один сайт, и корпус.buy.edu. Есть американский национальный корпус, есть австралийский, то есть по региональным вариантам, и собираются, соответственно, тексты, которые были произведены именно в этой самой стране. Я сейчас покажу, как такой корпус выглядит и как им можно пользоваться. Но именно языковой корпус и корпусная лингвистика являются отличным ответом на то, как можно сказать, как реально говорят, и как частотный ли пример или нет. Как я уже говорил, у всех интернет-ресурсов информационных есть большая главная проблема – это достоверность и полнота информации. И решением этой проблемы является использование информации из авторитетных источников, основанных на репутации их создателя. Сейчас перед вами на экране появился пример из британского национального корпуса. Посмотрите, пожалуйста. Я мышкой показываю, перед вами на экране изображение появляется. Вы можете ввести слово в поиск. Вы можете выбрать какого стиля, например, научная лексика или что-то еще вы хотите посмотреть тексты, или во всех сразу текстах можете посмотреть. Вы можете выбрать анализ частотности этого слова и анализ стилистически определенный. И когда вы нажмете на поиск, то вы увидите все примеры использования этого слова, сколько таких примеров нашлось, и в окружении каких слов это слово есть, то есть с чем оно сочетается. Почему, например, можно сказать highly appreciate, или greatly appreciate, но нельзя сказать largely appreciate, или какое звучание будет, какой оттенок смысла появится у такого сочетания, и так далее. Вот такие вещи, корпус может стать хорошим инструментом для проведения и исследовательских работ учеников, например, сравнить какие-то выражения по частотности. В британском корпусе и в американском, какие же, где чаще используются, где они характерны. И это для вас самый лучший ответ на вопрос, а можно ли так сказать по-английски, а говорят так или нет. Многие из вас используют книги на английском языке. Существуют специально созданные онлайн-библиотеки с возможностью скачивания книг или чтения онлайн. Можно привести, в пример, много сайтов, например, gutenberg.org, сайт, на котором существуют книги на многих языках. Сайт, на котором книги выложены в формате PDF, planetpdf.com, вы там можете найти, или сайт free-ebooks.net и так далее. Но вы знаете, у всех сайтов возникает один очень важный вопрос. Это то, насколько соблюдаются авторские права. Те сайты, которые я вам привел, авторских прав не нарушают. То есть оттуда можно книги смело скачивать. Но как же понять, нарушает сайт авторские права или не нарушает? Понять на самом деле можно просто. Во-первых, необходимо знать, что такое срок защиты авторского права. В каком случае книга будет 100% находиться под защитой авторского права, а в каком нет. Существует юридическое понятие – стандартный срок защиты авторского права. На тексты этот срок составляет весь срок жизни автора литературного произведения плюс 70 лет после его смерти. Таким образом, если Артур Конан Дойл умер в 1930 году, то с 2000 года его книги находятся в паблик-домейн. То есть они не охраняются авторским правом, их использовать можно и скачивать, и копировать. А Агата Кристи дожила до 1976 года, поэтому еще много лет книги Агаты Кристи не будут размещаться онлайн без разрешения правообладателей. На изображении, на фотографии, на рисунке авторское право составляет всего лишь 30 лет, вне зависимости от того, сколько автор прожил. Как нам видится, что материалы на сайте выложены действительно легально? На сайте должно быть указание, во-первых, что книга находится в паблик-домейн, либо информация о том, что книге значок «Copyright» и написано «Free for Educational or Non-Connectial Use». И на сайте книги должны быть выложены правообладателями. К сожалению, существует большое количество пиратских сайтов, которые выкладывают книги художественные, учебники и так далее. На форуме EnglishTeachers.ru, если кто-то размещает ссылки на пиратские сайты, мы такие ссылки мгновенно удаляем, потому что мы очень заботимся о том, чтобы не ставить вас в такую ситуацию, когда вы переходите по каким-то небезопасным ссылкам. Тем не менее, к сожалению, многие сайты нарушают авторские права, и нарушая их, к сожалению, они ставят вас в потенциально нехорошее положение. Дело в том, что абсолютное большинство сайтов сохраняют IP-адреса, с которых происходило скачивание каких-то ресурсов. Сейчас все больше таких сайтов закрывается, подвергаются уголовному преследованию, и если правоохранительные органы получают базу данных, они по этой базе данных, количество скачивания, адресам и так далее, могут возбудить уголовные дела. Более того, если вы какой-то ресурс используете, мы же все равно с вами библиографию пишем в работе в печатной, в разработке урока и так далее. Не указывайте там пиратских сайтов, не позволяйте пиратам на вас наживаться, хотя для вас материалы бесплатные, эти люди размещают очень много рекламных ссылок и зарабатывают деньги на рекламе, поэтому они пытаются вас привлечь любыми путями. Коллеги, не надо нарушать авторское право, просто потому хотя бы, что вы можете получить огромное количество ресурсов бесплатно. Посмотрите еще раз на эти ссылки, я готов еще вам больше ссылок давать на бесплатные книги онлайн. Эти ссылки легальные, вы ничего не нарушаете, если будете скачивать материалы оттуда. Точно так же многие из вас используют аудиоматериалы из интернета, я увидел сейчас опечатку в заголовке. Например, вы можете использовать бесплатные аудиокниги. Сайтов тоже существует множество. Один из сайтов, который можно привести в качестве примера, это сайт LibriVox.org. На этом сайте вы найдете огромное количество аудиокниг на разных языках. Эти книги созданы в качестве Creative Commons, то есть создатели соглашаются с тем, что материалы будут доступны всем. И начитаны носителями языка. Конечно же, носители языка отличаются друг от друга. Кто-то говорит одним образом, кто-то говорит другим образом. У нас у всех бывают региональные акценты, мы все чуть по-разному говорим даже на родном языке. А читаем тем более по-разному, кто-то лучше, кто-то хуже. Поэтому, если на какую-то книгу есть несколько вариантов аудиозаписи, выберите тот, который вам больше подходит. Вы можете найти и другие аудиоматериалы бесплатные в виде аудиокниг бесплатных. Посмотрите, сколько ссылок есть, можно больше найти. Есть, например, только материалы с поэзией. Это сайт writing.upen.edu и так далее. Есть любые варианты аудиокниг. Кроме этого, вы можете скачать или послушать онлайн бесплатно радиопередачи и подкасты. Радиопередача, если это понятно, что такое, подкаст, это либо запись радиопередачи, либо специально созданное радио-шоу в формате mp3, который вы можете скачать. Вы можете скачивать радиопередачи, не все, но избранные, с сайта, например, BBC, адрес bbc.co.uk. Кликайте на радио и там уже выбираете. Можете с сайта скачать learningenglish.voanews.com, это голос Америки. Можете с сайта британского совета learningenglish.britishcouncil.org и так далее. Вы можете скачать подкасты, которые вы можете использовать в формате mp3. На большинстве этих сайтов находятся еще и скрипты, которые бесплатно можно скачать и использовать тоже. Далее. Вы можете использовать видеокниги. Обратите внимание на адрес www.ccpros.com. Что такое видеокнига? Если вы пройдете по этой ссылке после вебинара, то вы увидите, перед вами появляется список книг, вы кликаете на книгу и на экране перед вами идет текст книги и вы слышите аудиозапись. На самом деле сайт создан по очень простому принципу. Аудиозапись они берут с сайта LibriVox.org, а саму книгу берут текст с сайта Gutenberg.org. И таким образом сделано. На самом деле довольно удобно. Вы можете послушать и прочитать глазами ту книгу, которая вам нравится. То есть если что-то непонятно на слух, можете тут же прочитать. Очень удобная вещь, которую можно рекомендовать в том числе и ученикам. Там есть и детские книги. Еще разок хочу подчеркнуть. Проблема большинства сайтов с ресурсами это соблюдение авторских прав, плюс еще качество записи. Качество записи бывает разное. Решение следующее. На сайте должно быть указание, что книги находятся в public domain или информация о том, что книги размещены free for educational or non-conventional use, а аудиофайлы имеют Creative Commons license. Коллеги, если на сайтах написано что-то вроде «Книги представлены в качестве образца для ознакомлений, после того, как вы ознакомились, вы их обязуетесь удалить с вашего компьютера», не скачивайте. Это сайт пиратский. Никаких представлений в качестве образца не бывает, если это не сайт самого издательства, где издательство размещает какие-то материалы. Если на сайте написано, что не несет сайт ответственности перед правообладателем, если вы правообладатель и вы не желаете, чтобы книга была размещена, обратитесь к нам, мы ее удалим, это тоже пиратский сайт. Не связывайтесь, не поддерживайте пиратов. Все больше организации образовательных выкладывают материалы бесплатно. Стимулируйте лучше эти организации. Университеты выкладывают свои аудиоколлекции бесплатно. Методические материалы есть. Зайдите на englishteachers.ru, найдите огромное количество бесплатных материалов, либо проходите по тем ссылкам, которые я вам советую. Пользуйтесь всем легально. Вы вполне можете это сделать и сделать это абсолютно бесплатно. Точно так же мы используем видеоресурсы из интернета. Где мы их можем взять? Ну, конечно, нам всем знакомы такие сайты, как YouTube, но там информация не системна, она может быть разного качества и она может быть не всегда подходить для учеников. Поэтому вы можете брать специальные образовательные видео сайты. Например, lessonstream.org. Там выложены сразу уроки, видео уроки с методическими разработками. Сайт teachatube.com, на котором тоже выложены уроки по разным предметам на английском языке, а сейчас появляются на других языках, и тоже с методическими разработками. Есть еще сайты. Например, сайт Министерства образования Великобритании, education.gov.uk. Вы можете там найти ресурсы и так далее. Либо вы можете зайти на englishteachers.ru, и ко всем учебникам старшей школы, то есть NewModalianEnglish, EnjoyEnglish, HappyEnglish.ru, есть бесплатные поурочные каталоги видеоресурсов, которые вы можете использовать на уроке. Те видеоресурсы проверены, они по уровню сложности подходят для учеников именно к данным учебникам, по тематике подходят, и вы можете использовать их безопасно. Есть специальные видео сайты, про которые я говорил, такой сайт, как YouTube, например. Но опять же проблемы. На YouTube часто нарушается авторское право, в связи с чем ролики очень часто удаляются. Вы можете запланировать использование какого-то видеоролика на уроке, приходите на урок, а этого ролика там уже нет, и весь план урока идет на смарку. Поэтому решение следующее. Пользоваться образовательными ресурсами из пункта номер один на данном слайде. Только всего все просто, и опять же, это все для вас создано. Точно так же вы можете использовать онлайн-упражнения и генераторы заданий. С ними, с упражнениями, та же самая проблема. Не всякое абстрактно созданное онлайн-упражнение подойдет конкретно для вашего урока. Но тем не менее, набор таких материалов большой. Посмотрите, какой большой список, и он очень-очень короткий. Это первые несколько результатов. Образовательные сайты с упражнением для выполнения онлайн. Например, вы можете зайти на сайт englishteachers.ru, вкладка «Тесты онлайн». Там вы повыполнять тесты для подготовки ЕГЭ и ЕГЭ есть, и просто онлайн-игры языковые. Можете зайти на вкладку «Демо». Там мы каждую четверть выкладываем новые упражнения из обучающих компьютерных программ. Сейчас первая четверть заканчивается. Наступает вторая, и мы выложим упражнения до второй четверти. Есть сайт Starfall. Кто-то про него уже говорил. Прекрасные упражнения для обучения чтению и так далее. Есть прекрасный сайт немецкий, english-hilfen.deutschland. Там большое количество упражнений по грамматике и так далее. Всего можно найти в огромных количествах. Было бы только время их искать. Есть сайты с бесплатными методическими разработками. Например, englishforeveryone.org и так далее. Но разработки можно найти на сайте englishteachers.ru и прочее. А есть сайты с генераторами заданий. Один из таких сайтов – это сайт textivate.com. Как он работает? Вы в окошечко вводите нужный вам текст, нажимаете на кнопку textivate, и он автоматически создает для вас целый ряд заданий. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан 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 Продолжение следует...